Заявить о себе, о своих идеях, дерзнуть и, возможно, выиграть грант. В течение 10 дней участников форума ждут образовательные сессии, разработка проектов и молодежных инициатив, грантовые конкурсы, встречи с интересными спикерами и экспертами, спорт и творчество. На фестивальную поляну съехались участники не только из разных городов России, но и из восьми стран. Заявки подали около 40 тысяч человек. Отобрано порядка двух тысяч участников. Александр Бабенко в форуме участвует не первый год. С этим годом связывает большие надежды. Для меня форум Иволга – это возможности найти своих единомышленников, с которыми вы в будущем будете работать. Например, я так нашел прекрасного человека, это Сурдина Екатерина, которая стала моим наставником после Иволги. Вместе с ней мы создавали грант на этот же форум. Вместе с ней мы подавали заявку на большую перемену. И вместе с ней мы сейчас очень дружны и очень много вместе работаем. Наталья Кудрявцева на Иволгу мечтала попасть несколько лет. В прошлом году это почти случилось. Ее внесли в резерв. И вот, наконец, мечта сбылась. Очень интересно. Пока в предвкушении каких-то интересных дел, идей. Ожидаю новых идей для вдохновения. Я работаю в школе, поэтому мне это очень важно и очень нужно. Каждый год форум меняется, собирая в себе лучший опыт прошедших лет. В 2024 году он объединился с движением первых, чтобы расширить возрастные границы и сделать Иволгу еще масштабнее. Ребята в течение 10 дней будут проходить образовательную, культурно-досуговую программу, участвовать в экскурсионной программе. Но главная интрига впереди. У каждого из присутствующих на форуме есть возможность выиграть грантовые средства на поддержку своей идеи в размере до миллиона рублей. А у самарских форумчан есть еще и дополнительный грантовый фонд, который создал глава региона Вячеслав Федорищев. Виктория Шарая, Августина Хременко, Константин Головин. События.